Мы еще раз хотели бы извиниться перед фанатами, которые действительно, купив билет, не попали на стадион. С шести часов мы специально открывали за два часа стадион, чтобы наши фанаты успели зайти туда. Есть те фанаты, которые приходились со своими семьями. Даже те... У меня брат личный не попал тоже. Ну, мы не можем ничего поделать. У нас инфраструктуры такой нету, чтобы... У нас стадион 50 лет этому стадиону. Если бы все эти люди, которые были возле стадиона, попали на стадион, нас просто Бог уберег, что нет у нас смертей там и других плохих вещей. Поэтому... Поэтому очень сложно. Мы будем сейчас собирать все факты, все материалы по этому инциденту и обязательно выставим на общее обозрение. А там потом давайте будем разбираться, кто в этом виноват, а кто нет. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз здравствуйте. Со многими уже мы беседовали и... Лично беседовали и объяснялись, и будем дальше объясняться. Но я бы хотел сейчас передать слово членам сборной, да, тренерскому штабу и ее игрокам. Потому что я уже ранее комментировал сегодня и несколько раз, что итогом работы и лицом работы федерации является национальная сборная. Национальная сборная. Так не может быть и не должно быть вообще. Если люди довольны игрой национальной сборной, вот, это гораздо сложнее подвести национальную сборную до таких кондиций, чем организовать этот матч. Вот. Сейчас мы бы вас попросили выслушать самих футболистов, да, что они думают по этому поводу. Потому что многие вещи на протяжении уже больше, чем года с ними обсуждаются, они в курсе. С ними прямо обсуждаются. Для чего? Потому что они также должны помогать федерации, там, раздавать футболки болельщикам, там, и так далее, и так далее. Вот. Кто-кто, уж они-то точно знают, да, все проблемы, все объективные причины. Они ездят за границей, играют, и они знают, что такое федерация, что такое милиция и все остальные. Вот. Поэтому, пожалуйста, заслушайте этих людей, которые непосредственно вчера честь страны отстаивали, и отстаивали более чем достойно, как это оценили большинство болельщиков. На первом из ребят надо выступить. Валера Кичин. Валер, Парал. Здравствуйте. Хотелось бы сказать то, что, мне кажется, не стоит сразу всех собак скидывать на федерацию. Мы все знаем изнутри, мы как бы живем этой структурой, и мы видим и знаем, что здесь и как делается. И эти люди из федерации, они стараются, они делают много для нас, для игроков, во-первых. Во-вторых, для вас, для болельщиков, и обижаться на это не надо. Люди сами как бы сделали то, что так оно произошло. То, что произошел, вот этот непонятный инцидент с билетами. В этом федерации не виноваты. Они не стояли возле ворот, они пропускали людей. Это не их вина. То, что они сделали, они это сделали на 100%. Они организовали матч, они сделали билеты, какие-то конкурсы, там все это, развлекательный момент. Люди этим были довольны. Я думаю, не надо на них как-то, о них плохо говорить. Наш народ, это мы должны быть одной командой. Так же, как мы здесь вся федерация, так и вы наш народ. Мы должны быть все вместе и друг друга поддерживать в этом. И не надо при какой-то любой там неловкой ситуации сразу все кирпичи кидать на нас. На федерацию, на игроков. Вы тоже должны это понимать. То, что не каждый день матч такого уровня проводится здесь, в Кургызстане. Как бы нужно ко всему относиться с пониманием. Спасибо. Спасибо. Ребята, кто там еще? Нам это все помогало. По поводу вчерашней игры, я вам скажу, что многие, наверное, этого не знают. Но в данный момент, в последние годы федерация делает все для национальной сборной. То есть мы единая семья. Что футболисты, что администрация, все мы – это единая семья. То есть все, что достигает сейчас национальная сборная, все благодаря только нашим совместным усилиям. То есть наша команда непосредственно на поле, а вне поля все это делает федерация. Многие не знают, как даются тяжелые сборы, финансовые моменты и так далее. Благодаря этому мы сейчас так играем и растем. То есть со стороны национальной сборной только одни положительные эмоции в сторону нашей федерации. Потому что такого уровня я, будучи, играючи раньше за сборную и так далее, у нас не было такого еще. Не было таких встреч, не было такой организации, не было таких сборов, чтобы вы это понимали. И все, что вчера было на стадионе, да, это печально. Это наш опыт, наш общий опыт. Но я вам скажу, что федерация, в первую очередь, это спортивная организация, которая отвечает за спортивные мероприятия, подготовку к спортивному празднику. Поле, организацию билетов и так далее. Организацию охраны, пожарной и медицинской службы отвечают другие органы, чтобы вы это понимали. Все, что касается спортивного праздника, это все заслуга федерации. И со стороны нашей национальной сборной у нас тоже много вопросов в плане, там, не вопросов, ну, мы это все понимаем, как это тяжело дается и как это все складывается. Лично я вам скажу, если до примера, чтобы не было там разговоров, моя семья с двумя детьми, с тремя детьми, с маленькими, так же не попала на стадион, так же дети плакали возле забора, не могли прийти. Как бы кто ни говорил, там своих проводят, я вам честно говорю, не попала семья и не посмотрел этот футбол. Да, обидно, печально, но я не винил в этом ни федераций, ни федераций. Это уже, как сказали, разбирается пусть федерация, кто в этом виноват и так далее. Надеюсь, мы это все будем исправлять для будущего. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Спасибо за внимание. Как сказал наш президент правильно, немножко запоздали с этой пресс-конференцией. Ну, лучше что-то сделать позже, чем это не сделать. Прежде всего, от всего тренерского штаба, от членов сборной, от федерации, хотелось бы принести извинения перед нашими болельщиками за произошедшую ситуацию. Но мне хочется тоже, чтобы наши болельщики отнеслись с большим пониманием, как к федерации, как к организаторам игры. Почему? У нас не было опыта проведения данных встреч. Это был первый опыт, да. Ну, как обычно в жизни говорится, да, мы учимся, опять же, набиваем шишки на своих ошибках. Но я думаю, в дальнейшем сделаются правильные выводы. И в дальнейшем, да, мы будем надеяться, что данная ситуация не повторится. Хотелось бы продолжить тему Игоря Николаевича. Да, мы вместе со своими болельщиками попали в такую же ситуацию. То есть близкие, родные, как и членов сборной, как и тренерского штаба, так же, как и наши болельщики не смогли попасть на данную игру. Да, то есть здесь нельзя отделять, что кто-то... Мы все вместе, мы, болельщики, федерация, мы все едины. И поверьте мне, за тот месяц проведенной подготовки к игре к Австралии сделана колоссальная работа, да, то, что было развалено на протяжении такого периода. Благодаря людям, которые отвечали за организацию данной игры, проделали колоссальную работу, поверьте, сделали полностью демонтаж поля, сделали, перестелили, где-то по возможности отремонтировали раздевалки, реконструировали стадион, сделали освещение, была проведена колоссальная работа. И люди реально не спали ни ночами, ни днем, люди реально переживали за проведение данной игры. Это большая просьба, как болельщикам, как средствам массовой информации, с пониманием отнестись к данной ситуации. Я тоже думаю, я надеюсь, что федерация проведет, разберет данную ситуацию, выводы будут сделаны и с надеждой, с оптимизмом смотрю в будущее, что данная ситуация больше не повторится. Очень было много упущено, да, пришли новые люди в федерацию на сегодняшний день, они хотят в корне поменять ситуацию, как и тренерский штаб, как и члены сборной. Да, тяжело, да, не всегда легко, но здесь мы должны объединиться и мы должны помогать друг другу. То есть не кидать камни, не заплевывать друг друга, а именно с пониманием отнестись друг к другу, поддержать друг друга. Всегда, вы сами знаете, начинать очень тяжело. Я просто прошу от всего состава извинения перед нашими болельщиками. Очень приятно, что столько было желающих поддержать свою национальную сборную. Это настолько приятно, вы сами это не понимаете, и это ощущал. И я думаю, перенес через себя каждый, как футболист, так и член тренерского штаба, как и федерация нашего футбола. Спасибо за внимание. Ребята, если есть вопросы, просьба представиться, из какого издания. Давайте начнем. Кристина Васильевская, телеканал НБТ. Министерства внутренних дел заявила, что именно федерация футбола отдала приказ закрыть опуск. И второй вопрос, почему большинство билетов, фактически все, были рождены перекупщиком, или как вы это толерантно назвали, на массовое распространение. В результате чего билеты по 300 сомов продавались за 1700. У меня такой билет, кстати, я бы его не прошла. И это третий вопрос, как я могу купить свои деньги и какие именно суммы будут возвращены. Как руководитель федерации, я вас ответственно заверяю, что федерация футбола не давала таких указаний закрывать ворота. Это на первый вопрос. Насчет билетов, которые там продавались возле стадиона. Да, есть упущение, что мы поздно начали продавать. Но это тоже делалось для того, чтобы не было подделок этих билетов. Чтобы то, что там люди, которые нам помогали продавать, хоть они и получали проценты от наших билетов, от продажи, то, что они там спекулировали, мы не могли контролировать. Хотя каждый день у нас двое-трое сотрудников ходило и специально у них покупали билеты, а потом мы озвучивали их имена, сюда звали и говорили, почему так делается. Потому что с ними наша договоренность была совсем другая. Но мы не можем за каждого человека отвечать, как он себя там поведет просто. Если он берет у нас по 300 сомов, он должен был продавать там эти билеты по 300 сомов. У каждого распространителя билетов был процент, 10% от билета. То есть чем больше он продаст, тем больше он и заработает на этом. Ну, к сожалению, я не знаю, с чем это связано, но... Это культура. Культура должна быть, я не знаю. Мы не можем просто за каждым человеком проследить, как и что будет там. Можно я добавлю, да, на ваш вопрос отвечая? Во-первых, это проблема, это проблема не федерации футбола в Кыргызской республике, это проблема мира. Самые высокоорганизованные конфедерации, даже не федерации, конфедерации страдают этой проблемой, и на сегодняшний день нету ни одного абсолютно действующего рычага управления данным процессом. Ну, а, например, за бред на срок, да, же... Нету ни одного четкого рычага. Тем самым мы объясняем то, что мы, когда распространителям давали билеты, да, распространителям давали билеты, мы мониторили ситуацию, каким образом мы у них закупали билеты, выявляли, кто спекулирует, и прекращали выдачу этим людям билеты. Понимаете? То есть, все, что мы могли с ограниченным своим ресурсом, мы сделали. Вот. Билеты изначально, изначально мы не планировали продавать вам по 1500 сомов и так далее. На билетах указана стоимость, вот, чтобы люди могли знать, сколько стоит этот билет. Для сравнения, Иордания, Таджикистан билеты стоили до 120 долларов. Вот. Мы не стали ни в коем случае пользоваться случаем, ажиотажем под видом Австралии, мы не стали завышать стоимости билетов. Мы именно в первую очередь, и только по единственной причине, мы думали о своих болельщиках. Почему? Объясняем. Мы сделали свет, да, чтобы болельщик мог прийти после работы, мы организовали впервые в историю такого рода спортивную трансляцию, да, не из государственного бюджета, из личных средств, из личных средств. Третье. Мы специально, чтобы прививать в будущем культуру боления и культуру хождения на скадион, я сегодня слышал от болельщиков, как это так, я не увидел Тима Кейхила. Мы хотим добиться того, чтобы наши болельщики говорили, как это так, я не увидел Байматова, чтобы страна поддерживала свою сборную, неважно с кем мы играем, хоть микроэнг Тунгуч или микроэнг Джал. Мы сделали огромную работу, мы разграничили по секторам, мы разграничили по местам, но в один день это не из-за сознательности, как уже президент сказал, из-за бескультуре некоторых отдельных личностей, да, страдает вот такая вот масса. Вот, подавляющее большинство болельщиков, подавляющее, абсолютно подавляющее большинство болельщиков вели себя абсолютно культурно, но, увы, да, есть те люди, которые могут в бочку меда ложку дергать в бочку меда бросить, и уже вкус теряется, понимаете. Вот, мы со своей стороны, мы только думали о болельщиках, а только о перспективах, да, чтобы они поддерживали национальную сборную, чтобы им было удобно, чтобы им было комфортно. Поэтому мы билеты даже изначально по суммам не завышали. Почему билеты появлялись с периодичностью? Нам нужно было время разобрать. Иванов продает 300-самовый билет по 500, так, Иванову до свидания. Петров продает нормально, ему надо давать больше билетов. То есть мы специально дозировано, дозировано выкидывали билеты на рынок, чтобы как-то мониторить и сдерживать ситуацию, спекуляции. В противном случае я более чем уверен, мы более чем уверены, что эти билеты могли стоить гораздо дороже, гораздо дороже. А по их возврату? По их возврату мы уже давно отзвучили, мы билеты, цельные билеты, мы возвращаем стоимость этих билетов, вот, порванные билеты. И у нас вот мы слышали, были случаи, когда дети пострадали, еще кто-то пострадал. Мы каждый случай будем рассматривать отдельно. А вот куда можно обратиться с билетами? И когда? Ну, уже есть все на сайте, вот, и болельщики знают. На первом этаже, прям на месте билет обменивается на сумму билета, на стоимость билета. Она на билете написана 300 сом, а она, например, заплатила 1700, она будет и плачет. Но мы продавали, мы почем продавали? Мы даже продавали этот билет по 270 сом, вот так, если брать. И еще и мы заплатили за него налоги. Да? Мы возвращаем 300 сом. Кто как покупал, мы не можем знать, кто почем покупал. Все, вопрос, очень спасибо. Еще вопрос, почему часть пресса не была пропущена, чтобы снять матч? Потому что наш телеканал, если это правильно, то мы должны пропустить. Да. Вот, Энгельбест, когда пятый канал у нас подал за это? По поводу аккредитации. Да, аккредитацией занимался полностью я. А 2 июня был... Нужно было ограничить количество операторов и журналистов с каждого издания. Мы не говорили условно, вы не проходите, а вы проходите. Мы давали всем право, но условно тот же, я не знаю, я не знаю, любое информационное агентство, все хотели как-то попасть на этот стадион, да, и чуть ли не целыми своими составами аккредитовались как бы на это мероприятие. Все, кто успел, мы никаких ограничений не делали по СМИ, да. Если как бы не успели, ну, ребят, у нас количество ограничено, да, у нас ограничены наши ресурсы для СМИ. То есть каких-то предпочтений, там, тот же «Пятый канал» по мере НБС, да, мы не делали. Пожалуйста, кто же был свободен для всех. Любой журналист, который был аккредитован на этом матче, он это подтвердит. Благодарю вас. Продолжение следует... 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 которые не отработали добросовестно, мы считаем, что большинство отработало добросовестно, большинство подавляющее, руководство ГУВД, МВД, ну, увы, если кто-то там работает и портит авторитет всех остальных людей, пусть они сами за себя и отвечают, но если мы не добьемся стопроцентного взаимодействия, содействия и помощи друг другу, то тогда грош цена таким событием, и мы на будущее будем думать, каким образом проводить, если мы будем получать какие-то юридически обоснованные гарантии с их стороны, мы будем рассматривать, что мы можем сделать, но опять-таки возвращаясь, мы можем только сделать логистику, приказывать милиции или службе госохраны, которые стояли в костюмах, это не сотрудники федерации, это служба государственной охраны, мы им приказывать, неполномочны, и в будущем мы будем очень глубоко задумываться, нужны ли такие меры безопасности, нужен ли стадион, он никак не соответствует, мы не можем обеспечить безопасность, там 50 лет стадион, в любой момент могут эти трибуны рухнуть от перенасыщения, вот, честно говоря, нас, наверное, бог спас, стоит того, чтобы футбол не пропадали люди, а не пропадали люди, а не пропадали, да, вот, это, это, да, касаемо запускать без билетов, продажа билета, это единственный инструмент контроля, да, количества людей на стадионе, требованием FIFA, то есть, иначе говоря, если мы просто откроем стадион, я расскажу картину, мы открываем стадион бесплатно, пожалуйста, мы говорим, мы федерация футбола, вот, вот, кто отвечает за безопасность, те пусть и отвечают, да, мы открываем стадион, все, пришли люди, как мы вчера видели, перенасыщение стадиона было, что-то рухнуло или еще что-то, нас еще санкции ждут впереди, перенасыщение, это все зафиксирование, выбегание болельщиков зафиксировано и так далее. Завтра будет история, как с Черногорией, Черногория-Россия, то есть, иначе говоря, наша сборная, да, по вине отдельных личностей, по вине отдельных личностей будет лишена возможности играть при своих болельщиков. То есть, деконтролировать эту ситуацию, как-то, да, помогать, стимулировать мы не можем, вот, но в нашем случае получается, в нашем случае получается, сейчас надо очень глубоко задуматься, и в следующий раз получать юридические, письменные гарантии, что тот за то отвечает, этот за это отвечает и так далее, и так далее, чтобы мы могли вот так вот взять и показать, вот. В противном случае ни одна жертва не стоит организации такого рода масштаба, и Федерация футбола с сегодняшнего дня совместно с тренерским штабом, с самими футболистами, да, вот, мы будем очень глубоко думать, нужны ли такие матчи, да, на таком старом стадионе несоответствующем, вот. И в этом плане ваша помощь болельщиков нам сейчас очень сильно нужна. Вот как футболисты сами говорят, они не дадут соврать, вы всегда сможете с ними пообщаться за этими стенами и так далее. Нам нужна помощь, нам сейчас нужны ваши материалы, да, у сильного слабый виноват. Вот сейчас говорили, прокомментировали те, прокомментировали эти. Мы не хотим так комментировать, мы хотим выложить факты на общественный суд, просто-напросто. И пусть делают соответствующие органы, выводы и так далее. Вот. Нам нужны факты, нам однозначно нужен новый стадион, соответствующий, обезопасывающий наших же болельщиков. Поэтому сейчас как бы в попыхах там что-то говорить, да, будет сложно, надо сделать очень четкий конкретный анализ, вот. И совместно как-то вырабатывать рычаги, потому что в противном случае такие вещи, такие мероприятия могут обернуться большим крахом. А здесь была вопроса. Вот. И насчет игры, вообще, вы все видели сами, но мы, как сказать, бились, играли, все ребята вообще молодцы. И пытались в игре, вы все видели свидетели, это, как сказать, из исторического матча. Насчет гола, вот, ну, как сказать, все ждали этого гола. Ну, мои ощущения вообще были, конечно, я выходил, я с одним намерением помочь команде, как бы, да, там, неважно, я мог ей дать, там, голевой пас, да. Ну, получилось так, что я забил, а насчет того, что я, там, рукой забил, да, я коснулся рукой, честно. Я могу признаться, потому что я после игры подошел, то есть, к судье, и судья тоже подошел ко мне, он так, с улыбкой, вот так вот, моргнул глазом, сказал, что ты задел, то есть, с рукой, да, вот, то есть, ты занес рукой. Я сказал ему, да, я заделал, то есть, я сказал, 50 на 50, и касание моей головы было, и касание руки, вот. А вообще, каково вообще, когда вот зал прямо из-за последних моментов, как сразу, заорал, да, все-таки, заорвал, месяц один? Ну, конечно, это адреналин, это вообще, это что-то незабываемое, что-то, вот, и вообще, это классно сейчас было, все видели сами, вот. Ну, с чем свои фонты, вы сначала, да, это не видите? С. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 патриотов, всех наших родных, близких, которые сидели и переживали по ту сторону экранов. Также к этому же прибавить то, что огромная благодарность нашей федерации во главе Семяте Малымбаевича, потому что они очень большую работу сделали за краткий промежуток времени, потому что очень много вопросов связаны с билетами, что даже мои родные братья, которые приехали из США, с билетом, который я им предоставил, они не попали на игру, но они относятся к этому с пониманием, потому что такая историческая игра важная была. И мы почувствовали, что то, что мы играли в такое обычное время для всего мира, в 8 часов вечера при прожекторах, это большая работа федерации, потому что за многие годы такого не видели. И мне кажется, что надо все к этому относиться с пониманием. Я много читаю, что какие-то негативы, потому что этот результат и развитие в спорте в стране в целом, мне кажется, зависит и от вас, и от нас, и всего народа. Потому что тем больше будет позитива в стране, таких игр побольше, и все мы должны к этому идти. Поэтому призываю всех, чтобы мы старались, мы боролись. К сожалению, это футбол, да, может быть, согласитесь, что результат был незакономерен, но мне кажется, что это только начало такого большого турнира. Что-то такое обсуждение было насчет гола, то, что самое главное, Милцевич как бы сказал и присоединяет, что это гол Кыргызстана. Это очень важный гол, потому что таких, честно говоря, к таким голам меня часто приписывают, потому что и недавно на азиатских играх такой же гол, получается, забивали, когда Дорогинский добивал, записали вообще на от Кеева, а потом АФК как бы про это видео посмотрели и написали на Дорогинскую. Я никогда не, как бы, можно сказать, не бился, чтобы там, знаете, чтобы, как бы, коллектив в команде надо всегда соблюдать и решительно отнесли, пусть это уже, как бы, это уже видеооператорам вопросы там так далее, но с утра уже, мне кажется, что не важно, кто забил, главное, мы забили гол в ворота чемпионом Азии еще на Спартаке, и мне кажется, это очень важно, и я думаю, что этот гол, я был очень счастлив, увидев эти кадры, не телевизионные кадры, а кадры с болельщиков стадиона, которые с этим голом, они прям, как будто, они прям в австралийских журналах писали, что как будто мы выиграли эту игру этим голом. Мне кажется, этот гол, может быть, всех мотивировал, чтобы в будущем, чтобы, мне кажется, чтобы все было к лучшему. Поэтому, прошу вас, призываю вас всем к позитиву, меньше негативов, мне кажется, для успеха нужно каждый заниматься своим делом, и, мне кажется, мы будем. Спасибо. 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 Получается, вам надо будет разменять и подарить это всем ребятам. Спасибо. У вас вопрос был, да? Да, у меня вопрос, он скорее негативный, чем позитивный, вы уж извините, потому что позитивного ничего я сказать не могу, потому что игры, к сожалению, я вчера не увидел. Они бывают идеальными, но вопрос, наши претензии по отношению к футбольной федерации, они являются обоснованными на ваш взгляд? И считаете ли вы компенсацию размера стоимости билета достойной того, что мы не увидели, что вы игру на нашей сборке? Да, вопрос не имеет. Вопрос, я не знаю, к кому... Я с вами уже беседовал, давайте, кто-то отвечал, что игры не было, или что такая ситуация была? Такая ситуация, потому что мы ограничиваем понятие, что... Отвечаю на ваш вопрос, я начну с конца вашего вопроса, да? Считаем ли мы адекватной компенсацией или нет? Мы так не считаем, да? Но помимо тех, кто приобрел билет, да, еще есть много тысяч тех болельщиков, которые просто не смогли его приобрести из-за сжатого его количества, да, из-за вмещаемости стадиона «Спартака». Они приблизительно в таких же условиях, они хотели прийти, но они не смогли купить билет за те же деньги. Для этого была предоставлена трансляция. Касаемо того, что там вы не попали на стадион, мы сейчас говорим о поддержке, а под вопросом я слышу намек компенсации за моральный ущерб. Вот, да, да. Да, мы уже прокомментировали то, что мы вернем стоимость денег. Мы вернем стоимость денег. Если есть какие-то вопросы, отвечая на начальный, на первый ваш вопрос, кто ответственный, несет ли на ответственность Федерации и так далее, мы за свои ошибки себя ответственность не несем, мы уже принесли свои извинения и будем приносить, вот, мы уже ответили, что мы проведем собственное расследование, выложим все эти факты на общественный суд и есть органы, которые дадут юридическую оценку этому. И касаемо материального ущерба есть такие же юридические органы, которые дают такую оценку. Мы не говорим, что мы извинились за свои ошибки, но адресованные все, да, там, закрытие ворот, создание давки и так далее, и так далее, мы сейчас говорим, что мы не давали такого приказа и не могли его по сути своей давать. Приказ закрыть ворота. Мы не уполномочены давать такой приказ Министерству внутренних дел сотрудникам и Министерству и службе государственной охраны. Можно добавлю, да, здесь ваши эмоции потеряны, они бесценны. То есть никто вас не может восстановить никакими деньгами, потому что каждый, кто был внутри, это реально такие эмоции, которые вам сейчас, да, и миллионы, вы такие эмоции никогда не получите, такую гордость, поэтому просите еще раз, что так случилось. Можно вопрос? Нет, давай я расскажу просто, раз болячек, действительно, мы хотели бы еще раз извиниться, но есть такие факты, мы говорим об отдельных личностях, чтобы вы тоже понимали. Есть хорошие люди, там, 10-15, но среди них найдутся те люди, которые все испортят. Мы ни в коем случае не говорим, что мы не виноваты. Да, мы виноваты, но я вам хочу напомнить, что в течение 30 лет таких мероприятий у нас масштабных не было. И мы не можем сказать, что вот так, вот так сделали, и мы сделаем правильно. Мы на своих ошибках тоже будем учиться. В будущем, да, мы вот это все будем, как бы, собирать эти факты и постараемся избежать в будущем таких ошибок. Поэтому, то, что вы не смогли попасть на стадион, очень жаль, да. Мы поэтому извиняемся перед фанатами нашим. Хочу добавить, что там не только милиция стояла, там два кордона стояли. Кордон наш первый, который проверял билеты, кордон службы госохраны, только после этого милиция, увидев, что наш фанат проходит на стадион, только третий, третий кордон только милиция был. То есть вы проходили три кордона безопасности. И так получилось, что другие фанаты, которые не купили и перелезли через заборы, и как-то там оказались, ну, просто нет объяснения этому. Ну, мы хотим объяснить, мы копим эти видео и фотоматериалы. И обязательно об этом вам сообщим. ФИФА, давайте отвечу. ФИФА, это вкратце, это минимально штрафы, то есть это несколько тысяч долларов, пусть даже одна или десять, это уже решает ФИФА, согласно отчету комиссара матча, также отчета судьи. Но одно из наказаний – это игра без болельщиков или игра на нейтральном поле. То есть это тоже все возможно, потому что такая организация, я же говорю, сейчас если искать козлов отпущения, вам это тоже ваши эмоции никогда не восстановят, не дадут. Я думаю, лучше надо думать уже, как это исправлять. Потому что даже если хоть кто сейчас пройдет на «Спартак», он никогда не организует там матч. Именно, ну, не соответствует там очень многое, поэтому, я думаю, здесь нужно уже думать о том, чтобы в будущем этот праздник проходил в бичкеке. То есть он в нашей стране, потому что, чтобы его сюда принести, стоило очень много усилий, честно. Потому что в мае это был один из случаев, когда мы думали играть в Алмате или в Ташкенте, потому что наш стадион не был готов. Здесь очень много нюансов, сейчас говорю, крайних искать – это самый лучший способ и так далее. Пожалуйста, найдете крайних, она ситуацию не изменит. Самое простое уничтожить все, да. Поэтому здесь уже нужно без, чтобы в будущем наши дети, которые ходили, то есть прививать эту культуру, надо уже совместно здесь объединяться, приходите. Мы всегда открыты, пожалуйста. Это не наша частная компания, то есть это общественная организация. И с одной стороны мы рады, что такое именно отношение сейчас, именно такое внимание сборной, именно к футболу, потому что раньше такого мы мечтать не могли. То есть это и есть наша, знаете, заслуга нашей какой-то части демократии, нашего народа, что вы можете говорить, свободно излагать мысли. И поэтому, думаю, только совместно мы можем сделать, показать. Потому что если мы начнем копать-копать, то та команда, которая играла, все отразится на ней. А у нас еще есть молодежные команды, юношеские, которые, я вам скажу, очень перспективные. И мы, наоборот, должны помочь этим ребятам, чтобы они в следующий раз, чтобы мы плакали, то, что мы проиграли Австралию. Именно плакали, а не то, что, знаете, сыграли хорошо. Поэтому еще раз извините. Здесь обнимение будет ваша адреса. У нас вчерашние рецентренты неприятных случаев были в основе не за то, что мы сдаем в правительстве несколько тысяч безбелетников. Надо найти виновных. И самое главное, чтобы этого вред не было. Самое главное. Мы из-за этого собрались, зашли сюда, ответ за дворечиков, и задаем неприятные вопросы. О том, что сборные наши ребята так отлично выступили, отлично играют. Мы желаем, на самом деле, еще раз таких же хороших игр, победы, а это было хорошее. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 В чем рахмат? Оценки FIFA. И уже в будущем, принимая решение играть там, в том или ином месте, это уже будет такое взвешенное решение, потому что, как мы раньше говорили, одной человеческой эмоции, они не стоят многих денег, поэтому мы будем здесь тщательно уже подходить. Естественно, мы очень долго думали, понимали, что идем на очень большое мероприятие, ажиотаж такой был, и принимать решение здесь играть, это тоже было очень ответственное решение. Но ничего, дай бог теперь, если работать над ошибками, думаю, мы придем к определенному мнению, и да, варианты не исключены. Это все-таки будет решаться потом и с полковной федерацией, и уже, может быть, обязательно с правоохранительными органами. Время покажет. Я добавлю вашему ответу. На самом деле, вчерашнее событие нас уже глубоко заставило задумываться, нужно ли это, имея абсолютно несоответствующий стадион. И вот, вы знаете, сейчас перечислять не буду, мы специально с журналистами, да, как бы, строили хорошие взаимоотношения, и будем строить, и пытаемся строить, вот, пытаемся повысить качество, да, журналистики нашей спортивной, да, через семинары с именитыми журналистами из России, из Казахстана и так далее. Более того, вы прекрасно знаете, что мы настолько открытая организация, что вы всегда в расположении сборной много журналистов уже побывали, и прекрасно один на один с футболистами общались, вот, видели проблемы команды, недостатки и так далее, и так далее. Мы ничего не собираемся скрывать ни от кого, ничего, поэтому такая работа с журналистами проводилась. Единственное, я не хотел бы ответить на ваш вопрос, а хотел бы вас опять, я к вам обращался открыто много раз, помогите нам, потому что вы та сила, которая выражает общественное мнение. Мы более чем уверены, что народ Кыргызстана хочет новый стадион. Помогите добиться организацию матча, организации безопасности в первую очередь, да, выразить общественное мнение. Помогите нам через средства массовой информации, да, разбудить тех людей, кто, в чьих руках строительство стадиона, в чьих руках земля для выделения, да, средства и так далее, и так далее. И очень много проблем, вот, чтобы детско-массовый футбол развивали и так далее, то есть разбудить госагентство и все остальные структуры, надо сейчас уже двигаться вперед. И только вы это можете сделать, видя объективную ситуацию, то есть не с нашей просьбой или не с нашей подачей. Вы все прекрасно, как бы взрослые люди, адекватные, грамотные журналисты, да, вы все это видите, вы сами можете дать свою оценку. Единственное, помогите для, не для нас, не для сборной, да, а для граждан этой страны, которые хотят заниматься спортом, которые хотят быть здоровыми, которые хотят воспитывать своих детей в правильном направлении, что есть плохо, что есть хорошо, прививать ему привычку к здоровью, прививать ему привычку быть трудолюбивым. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...